Доброе утро, мои дорогие! Какой розовый куст у меня получился! Уже многие нужно обрезать, а мне прям не хочется. А вот этот уже нужно обрезать. Все. Ну вот еще немножко есть. Канела расцветает. Гранатик уже все, девочки, отцветает. Ой, милый ты мой. Так я прям жду твоего цветения. Так ты меня радуешь своей красотой и яркостью. Но осенью все-таки нужно его спилить несколько стволов. Потому что, видите, он там слишком много стволов у него. У него не хватает сил, чтобы созрели все гранаты, которых получается очень много. И они не все дозревают. Вон, видите, уже гранатик. Поэтому нужно ему все-таки облегчить жизнь. Ну и посмотрим, как он следующим летом будет свести, когда у него стволов меньше будет. Я сегодня встала полшестого. Вышла, снимала. Вот это вот еще тишина, еще машины редко очень ездят. Птички поют. Прохлада такая. Понимаешь, что скоро будет жара. Но пока еще прям так прохладненько. Так хорошо с вами стояла, разговаривала. Ну а потом уже надо было мне убрать там кусочки видео, которые я смонтировала целиком в видео. И я вот что-то, задумавшись, удаляю, удаляю, удаляю. И удалила все, что наснимала утром. Ну бывает, да. Бывает у меня. Жалко. А второй раз я уже не могу повторять то, что говорила. Поэтому бог с ним. Ладно. Вот, иду вам показать. Грущу, грущу. Думаю, эх, когда ж теперь зацветут желтенький-то куст-то мой. А он вон. Видите? Вон они. Ну, немного, видимо, будет. Но будут цвести. Давай мы хорошие. Опять не спала до двух часов ночи. Вот чем я занималась. Сделала вот такое украшение. Ну, не все же любят пестроту, да? Всякое. Просто чисто вот. Красное стекло и фурнитура. И все. Причем стекло это очень интересное. Это винтажное стекло. Это когда-то мне присылало это украшение Галин Санна. Из Калининграда. Оно такое, не знаю, как под перламутр, что ли. В общем, оно переливается интересно. Таким каким-то рисунком. Очень хорошее, очень качественное стекло. Такое украшение получилось со слоником. Вот видите, как хорошо. Одела на манекен и вижу, что не до конца закрыт. Вот такое украшение. Ну, и застежка лебедь, которую я люблю, потому что она легко расстегивается и застегивается. Вот. На груди оно не соприкасаются, вот эти две бусины, потому что здесь шея тоньше. Оно вот так вот смотрится. Сегодня воскресенье. Но это видео вы увидите только во вторник. Сегодня я себе устрою выходной. Ну, что-то, может, снимать буду, но ничего, монтировать не буду у меня. Есть, что вам показать сегодня и завтра. Так что, только во вторник я это видео выложу. Ну, а я пока между делом сделала пару серёг. Вот такие лапуськи получились. Они крупные, но очень лёгкие. Потому что эти ракушки, они склеены между собой. Они очень лёгенькие, тоненькие. Но, хочу вам сказать, у меня уже таких ракушек было немало. Они очень прочные. Если их не бросать об землю, об асфальт. Вот. Очень лёгкие и красивые. А, стоят они 500 рублей. Ну, правда, ещё почта, девочки. Вот почта, конечно, излишние траты. И заодно ещё хочу показать вам. Я когда-то показывала вам. Есть вот такие серьги-гвоздики. Тоже очень лёгкие. Очень лёгкие и очень эффектные. На лето само-то, я бы сказала. Вот так, на загорелой коже. Вечером выйти прогуляться. Сходить куда-нибудь в кафе, в ресторанчик. Прелесть. Тем более, в этом году жемчуг очень моден. Его носят и молодые, и дамы в возрасте. А тут ещё и вот такие вот замечательные, лёгкие аксессуары. На улице 32 опять. Опять кусаются мухи. Я ушла домой. И вот у меня очередной эксперимент. Хочу вот сделать вот такое украшение. Не знаю, что у меня получится. Ну вот, немножко сделала. Сейчас буду дальше. Лето! Хочется чего-то яркого. Прям хочется. Вот нашла оставшиеся у меня несколько. Тут немножко осталось. Ящерок. Хочу ящерки, листочки пристроить сюда. Посмотрим, что получится. Ну что, мои дорогие. Вот закончился мой эксперимент. Сделала я вот такое украшение. Ну, понятно, что на манекене оно лежит. Не так, как на человеке. Оно получается под шею. Чокер такой. Так что вот, что я сегодня натворила. Творила, творила и натворила. Ну, это был чистый эксперимент. Я считаю, что он удался. Не всем, конечно, такое украшение понравится. Не все такое будут носить. Но моя задача-то и делать то, что не в каждом ларьке продается. Правда? Так что жду, девчонки, ваших комментариев. Я попробую сделать еще другое. Уже не с такими длинными, а покороче на два отверстия от браслета. Посмотрим, как оно будет смотреться. Так, ну, еще один коврик. Один коврик. Я люблю Париж. Люблю Париж, да. Хотя уже... Сколько лет-то? 14 лет я не была в Париже. Да. Почему я взялась за коврики? Костя тут же весь хлам. Все выкинуть. Все на помойку. Ну, вот я взялась, разобралась с тряпками, со всеми своими. Оставила там себе на всякие эксперименты. Ну, и вот ковриков нашила. Три штуки. И потихоньку выношу на помойку, да. Ой, эти дети. Вон, а как к вечеру-то начинают распускаться-то. И цветы, и пауки. Фу. А вон, сейчас покажу вам. Смотрите. Дурман, дурманище. Смотрите, какого размера. Сейчас зацветет такими огромными колокольчиками. Девочки, кстати, кому я отсылала семена, напишите мне хоть в ваших регионах-то, как они цветут, не цветут, растут, не растут. Вон они. Сейчас вообще не пройти будет по дорожке тут. Они сейчас сомкнутся. Вот эти и эти. Виноград. Подвязала. Наверное, высоковато, конечно. Ну, уж как натянули. Вон. Вон, а видите. О, как. Там на сарае-то больше гораздо, но ему там света не хватает. Тут я все лишние обрезаю венки. Мои дорогие, разговаривала с Сашей. Она меня ругает. Ругает, что я не рекламирую свой магазин в инстаграме. Девочки, а я забываю. Я забываю. Она говорит, надо в каждом видео говорить, что заходите в магазин, в инстаграм, смотрите, что там появилось, чтобы подписчики свежие, новенькие, заходили, смотрели. Ну, пока дело двигается плохо. За вот с февраля месяца продано всего два украшения. Ну, правильно, потому что, ну, а чего? Подписчики-то все те же самые, которые на ютубе у меня на канале. Ой, не могу. Ну, в общем, а я забываю. Ну, вот сейчас вам говорю. Заходите, смотрите. Ой, с меня продавец, как испанский летчик. Ну что, полила вот я свой участок. Прям сегодня даже раньше времени. Ну, я серьезно говорю, у меня сегодня какой-то выходной. Я так что-то и не рвусь сильно что-то делать. Но все равно делается. Потихоньку-потихоньку, а что-то делается. Вот, а завтра праздник, пенсия. Один день, богатая женщина. Завтра поеду в Черноморск, схожу, наверное, на пляж. Ну, если все хорошо будет, покажу вам Черноморск. Сама давно не была. Не, вы видали такой бардак? Ой, 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 ой. Ну, девочки, я, как сказать-то, специально это сделала. Ну, вот, решила разобраться с тряпками со своими. Вот, а потом убраться надо. Вот он стоит у меня на готове. Зарядился давно, я его не включала. А для чего надо? У меня кухня не закрыта внизу. И у меня туда и бусины укатываются, да и пыль, и мусор туда. В общем, короче говоря, я его запущу. Пусть не уберется. Сейчас я вот это все сложу по сумкам чего куда. Ой, я как начинаю разбираться, устраиваю такой бардак. Но это, видимо, в характере, что ли. Сейчас уберусь. А, что еще хотела сказать. Вспомнила сегодня пропавшего Масю недобрым словом. Он же везде лазил, везде творил, стал разбирать шарфы, которые нужно сделать. А он там, видно, когти точил. Ну, вот, несколько штук, которые сверху лежали. Не знаю, что с ними делать. Они, во-первых, тоненькие, их никуда не пустишь. Ну, в общем, одно расстройство. Сколько же он мне навредил. Сколько он мне понатворил. Ой. Ой. Ну, вот, видите, убрала бардак. Второй раз уже робот запустила. Он мне штук десять вымел оттуда бусин, мусору всякого какого-то. Да, господи. Ну, он там подзастревает. Где-то проходит, а где-то, наверное, плитка, что ли, неровная. Подзастревает. Конечно, это никакой не пылесос. Это электрический веник, девочки. Какой это пылесос? Ничего он не пылесосит. Ну, просто мне лень, когда лазить куда-то. Я его и запускаю. Ладно. Ты работай, а я пойду закат снимать. Ладно? Выкатывается чё-то. Помылась же. Хожу ещё очки. Ну, очки. Очки, понятно, тут в душе. Господи, вымел гранат сгнивший маленький. Ой-ой-ой. Давай, малыш, давай. Девочки, а закат-то уже раньше, чем был. А, ну, собственно говоря, да, уже почти месяц прошёл. С июня-то с самых... Ой, как время летит. Ну, аж страшно. Вон оно какое хорошенькое. Чуть не проворонило. А я думаю, чё я не успеваю? Ну, то было 20-40, а сейчас уже 33 минуты. Уже на 7 минут. Короче, день. Да. Ой, чё-то Настя мне не пишет. Сестрёнка Андрея. И мне её тревожить не хочется. Ну, освободится, напишет его сегодня. Сказали, ей сказали там, что ухудшений нет. Звонить после 15 часов. Ну, сейчас подожду, если не напишет ничего. я ей смс-очку отправлю. Ой, какое солнышко хорошенькое, кругленькое такое, аккуратненькое. Такое красненькое. Марина сегодня моя в Турцию полетела, в Кемер. Ну, дай бог, пусть отдохнет. Встаёт она очень. Они с Серёгой работают на страусиной ферме, как они говорят. Ну, там не страусиная ферма, там как зоопарк, что ли. И там кого только нет, и чего только нет. Вот. Марина там пироги печёт, продаёт. Ну, она же чудо, она же не может сидеть на месте спокойно. Ну, ужасно устает, конечно. Вот. А пошла она на эту работу с Серёгой только ради Серёги. Потому что он сидит на пенсии, денег не зарабатывает, и его это очень угнетает. А ещё он столько времени-то с ногой был. Ну, короче, самооценка у мужика же падает. Он же нормальный мужик-то. Несмотря на то, что ему 60 лет, он же всё равно мужик. И вот она нашла эту работу, и... А там паха-то прям оказалась. И вот теперь пашут вместе. Но они не каждый день, слава богу. Они там суббота, воскресенье, ну, бывает, на неделе ещё выходят. Но работают прям вот практически по 12 часов. Я говорю, Маринка, умеешь ты найти на свою задницу работы? Так что сейчас недельчку отдохнёт, выспится, в море накупается, и приедет с новыми силами опять за пахоту. А ведь кроме работы дом, хозяйство, птицы это и сколько, огород, с внуками сидит, дети, внуки. Ну, это же... И потом, она же какой человек? Она же... Она же не может никому отказать. вот я её и просить-то стесняюсь, чтобы там что-то. А всё равно пришлось просить по делам. И она же такая обязательная. Она же не может спустя рукава. Ой, ну человек золотой просто. Вот я говорю, я её знаю, вот всё пытаюсь сосчитать. Сколько лет я их знаю, Серёга? Да сорок, если не больше. Она-то была совсем девчонкой. Малолеткой. Несовершеннолетняя была, когда мы познакомились. Ну вот, и опять вот. Хотела только попрощаться. Вот и солнышко уже заходит. Вот, так что они люди у меня очень любимые. Да у меня все такие. потому что те друзья, которые позже появились, они как-то все и ушли. Остались вот только с молодым, которые Иринка Архарова, Маринка, Серёга. Настюша, вот Андрюшкина сестра. Ну она, Настюша, ей 30 лет. Я её из роддома приносила. Ну в общем, вот люди, которых я знаю уже очень-очень много лет. А так есть, конечно, очень приятные мне люди. Вот. Ну, которых я не так давно знаю. А это же всё годами проверяется. Дружба-то. Но люди очень есть, которых я прям люблю. Вот, кстати, мне сегодня Иринка из Сочи прислала видео. Так, а вы, мои дорогие, как? Одно-то видео я уже выложила, первое. Ну, а второе из чего я буду собирать? Шлём. Пожалуйста, ну интересно же. Давайте, мои хорошие, снимите, как можете, как умеете. Я говорю, только телефон держите горизонтально, а не вертикально. всё. И ничего страшного нет. А всем интересно. Давайте, мои золотые, я жду от вас видео. Да или хотя бы фотографии. Но фотографии плохо, ну вот, на телефоне, да, загружаешь, они плохо показываются, не целиком. Поэтому лучше видео снять, пусть небольшое, минутку, или там несколько кусочков. Ну, кусочки, опять же, не успеешь рассмотреть. Ну, ведь не может быть, чтобы в тех местах, где вы живёте, не было красоты. Причём такой, какой вот нет, допустим, в Крыму или в Подмарк. Вот, а, коза старая увидела мужшину в белой рубашке и видео прекратилось. Не знаю, почему. То ли я нажала, ой, не знаю, не знаю. В общем, лапоньки мои. Давайте, жду от вас видео. Желаю вам всем спокойного вечера и спокойной ночи. Пусть ничего не болит. Прям делаем себе установку. Ничего не болит. Вот я хочу вам сказать, я вот несколько дней не ездила никуда, не ходила. Ну, то есть, я хожу по участку туда-сюда, и у меня прям нога не болит. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, завтра поеду в город, нахожусь там, посмотрим, что будет. Вот. А сейчас прям хорошо. Так что делайте себе установку. Ой, блин, да я сегодня не уйду, наверное, никуда. Ты вспомнила! Ой, вспомнила! Серега еще, тогда молодой был. Сколько бы было -то? Господи, двадцать лет. Ну, с копейками, наверное, может быть и у меня болел зуб а я же боюсь к врачам ходить а зубных вообще боюсь он мне говорит любая у меня есть заговор от зубов я говорю да ладно он говорит да и с таким видом серьезным он это умеет я говорю давай он и говорит повторяй за мной зубы мои зубы корни как у ели хэ вам зубы в зубы чтобы не болели я до сих пор смеюсь а я вообще такая дурочка всему я прямо это повторяю за ним серьезно так что делаем себе установку все лопыськи мои а то он у меня уже вон таксисты приезжают смотрят подозрительно все я бы я вас обнимаю целую пусть у вас все будет хорошо ладно и завтра увидимся все давайте пока 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 и пока и 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